В этом ролике вы узнаете, как Россия замерзает, протесты в Тегеране, Китай отказался от российских двигателей, пророссийские митинги в Праге, почему такая встрочно встречается с Путиным, российские грузовые самолеты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай, украинцы бегут из Евросоюза в безопасную Беларусь. Все это и многое другое прямо сейчас на канале Реальная Беларусь. Украинцы бегут из Евросоюза в безопасную Беларусь. Такой нелепый фейк распространяет белорусская пропаганда. Белорусские пограничники опубликовали фейковую статистику, согласно которой за последнее время в страну прибыло более 60 тысяч украинцев, среди которых 40 тысяч с территории Польши. Распространяя такие фейки, Минск пытается исказить информацию о роли Беларуси в войне Российской Федерации против Украины и убедить, что украинцы якобы воспринимают Беларусь как более безопасную страну для пребывания. Таким образом, конечно, Лукашенко параллельно и пытается себя обезопасить. Мол, на меня не нападайте, в моей стране много украинцев. 305 человек по всей стране. Это мизер. Слава тебе, Господи, что столько. Такаев срочно пытается встретиться с Путиным. Повестка пока неизвестна. Президент Казахстана Такаев прибыл с официальным визитом в Россию для переговоров с Путиным. Напомним, что ранее лидер Казахстана на заседании ОДКБ высказался за поиск формулы мира в решении российско-украинского вопроса и за усиление роли организации. Это может быть связано с очередными антитеррористическими учениями, которые Кремль анонсировал недавно. Они могут быть организованы вблизи оккупированного Крыма для демонстрации силы военно-политического блока. Теперь такая его проще говорить и действует, так как выборы уже у него в кармане. Российские грузовые самолеты за последнюю неделю около 10 раз летали в Китай. Возможно, за военной помощью об этом пишет Defenses Express. По словам экспертов, сервисы отслеживания полетов периодически фиксируют рейсы тяжелых грузовых самолетов. Ан-124 «Руслан» российской компании «Волга-Днепр» в Китае. Это может много чего значить, но мы знаем позицию Китая, которая готова быть и с нашими, и с вашими. Поэтому помощь в военке мы исключать полностью не можем. В Швейцарии арестовали мужа и жену подозреваемых в пионаже в пользу Российской Федерации. Журналист-расследователь Христо Грозаев обнаружил интересных соседей в Москве. У супружеской пары, у предполагаемых шпионов, была квартира в одном доме с сотрудниками ГРУ. Имя одного из этих сотрудников связывают с отравлением Сергея Скрипаля. По данным Центра Досье и шведского издания «Экспрессион», задержаны 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена. Как сообщил Хигнис, супруги и члены семьи с 99-го года являются собственниками московской квартиры на улице Зорга. Жили ли они когда-то в этой квартире или нет, неизвестно. Вскоре после ее приобретения супружеская пара приехала в Швейцарию. На данный момент пока нет подробностей и нет конкретных фактов. Но я уверен, что шпионов в Европе более чем достаточно. Ну а это фотография со вчерашнего пророссийского митинга в Праге. Среди участников митинга корреспондент Соты заметил людей в кепках и с символикой Трампа, с георгиевскими ленточками. Но при этом многие их участники были пожилыми и выглядели маргинально. На самом деле так выглядит весь электорат Путина. Очевидно, что все эти митинги организовываются российским правительством и на российские деньги. Почему они говорят, что Европа постоянно делает митинги и протесты в странах, где люди пытаются добиться независимости? Да потому что именно Путин этим сам и занимается, проплачивая митинги. Небольшие, но все же есть. Китай отказался от российских двигателей в истребителях. Китайские истребители семейства Флакер полностью перешли на отечественные двигатели, отказавшись от российских. Последним это сделал Джей-15. Центральное телевидение коммунистического Китая показало сюжет с истребителем Джей-15. 10 лет назад он впервые вышел в море с авианосцем. В это время самолет был оборудован российскими двигателями АЛ-31Ф. Но теперь Китай отказался от него. Китай знает свое дело. У Китая нет друзей. Китай идет к собственным целям. И к этим целям придет. И пока Россия рассчитывает на дружбу с этим самым Китаем, Китай постепенно завирает то, что ему нужно. Ну а это карта акций протестов и бунтов в городе Тегеран на уровне регионов 16 сентября по 17 ноября. Всего подсчитано несколько сотен акций неповиновения. Любопытно, что самые мятежные районы это районы с обеспеченными и хорошо образованным населением. Районы рабочих трущоб, окраины и кварталы, где неграмотная беднота, более консервативны и лояльно настроены. На самом деле это важный момент, так как именно необразованное и бедное население не пытается добиться свободы. Так как оно считает, что лучше оставаться так, а то еще и больше потеряем. Хотя они не осознают, что у них и так нет ничего. Россия замерзает. Европа должна была замерзнуть по заявлениям Путина, а замерзает Россия. Так сказать, карма в действии. В Ханты-Мансийске замерзают жители дома, построенного в год смерти Сталина. Жители сотни многоэтажек замерзают из-за коммунальной службы. Что делать и куда обращаться? Тепловой мрак, так называется статья. Жители военного городка под Саратовом замерзают. И это статьи из российских СМИ. Чтобы вы понимали, это страна, которая имеет самые большие запасы газа и нефти. Это страна с самыми богатыми ресурсами. И это сейчас происходит в России. Поэтому, когда Путин рассказывает о замерзшей Европе, пускай лучше расскажет жителям, как им обогреться. Потому что в большинстве своем, в регионах, в России, нет нормального отопления. Большинство этих людей топят печи. Автобус с украинскими военными попал в ДТП на границе Латвии и Эстонии, вблизи города Айнажи. Как сообщают в СМИ, автобус столкнулся с грузовиком. Водитель автобуса погиб. Также известно о 26 пострадавших. Среди них 25 украинцев, трое в тяжелом состоянии. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, распространяйте наши ролики среди знакомых и друзей. И оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Слава Украине!